Есть за Геленджиком необычное место, которое создано для умиротворения и поиска ответов на вселенские вопросы. Место для объединения с природой и очень популярное для людей, увлекающихся эзотерикой. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале TravelNRF. Меня зовут Альберт, Наталья. Мы находимся в замечательном южном городе России, Геленджике. Всем привет! Сегодня мы решили показать вам дольмены и водопады, которые находятся на реке Жанны, неподалеку от Геленджика. Посмотрите это видео, будет интересно. Да, и заходите на наш канал, там еще есть что посмотреть и подписаться не забудьте, чтобы ничего не пропустить. А мы незамедлительно спустимся к первому водопаду, который находится за нашими спинами. Да, друзья, вот такой здесь небольшой водопадик, но все-таки это водопад. Подойдем к нему поближе. Идем дальше. Мы собираемся зайти на территорию экопарка, где мы увидим дольмены и другие водопады реки Жанны. Для входа на территорию нам придется заплатить экосбор в сумме 200 и 300 рублей для детей и взрослых соответственно. К дольмены мы пойдем по живописной лесной дороге, посыпанной камешкой. По пути будет много скамеек и в любой момент можно посидеть и насладиться природой. Стоит сказать, что длина маршрута составит 2,5 километра в одну сторону. Поэтому перед прогулкой запаситесь водой, термосом с чаем и шоколадками. Как мне рассказал один экскурсовод, водопады на реке Жанны это главная достопримечательность южного склона Хребта-Кацехур. С адыгского языка это слово переводится Кабани-Клык. Да, совсем забыл сказать, что река Жанны находится всего в 15 километрах к востоку от городской части Геленджика, за село Возрождение. Добраться сюда можно на городском общественном транспорте, ну или на такси. Возле этих крылышек можно сфотографироваться, неся добровольное денежное пожертвование. Вот мы и дошли до туристических лавочек. Здесь вы можете приобрести различные необычные сувениры, связанные с древнеславянскими обрядами и обычаями. Посуду, изделия из металла, а также различные вкусняшки. Мне с Натальей очень понравилась эта мельница, и мы возле нее сделали несколько хороших снимков. Мы покинули ярмарку и пошли дальше. Вот так летом выглядит река Жанны. К сожалению, как и река Мизы, летом она с трудом напоминает горную речку. Существует интересная легенда о водопадах Жанне. По ней Жанне переводится как черноглазый. По адыгской былине один молодой человек с карими, почти черными глазами, встретил здесь красавицу, которая пела песню. Но когда он ее окликнул, та растворилась в воздухе. Посмотрите, как здесь все красиво выложено камнями и сделаны деревянные мосточки. Так вот, тот молодой человек приходил сюда каждый день в надежде встретить эту девушку, но так ее не увидел. В честь него назвали реку, а водопад под ее истоком окрестили чашей любви. По другой версии легенды, девушка, я просто исчезла в воде, так являлась дочерью бога воды. В итоге эта история закончилась хорошо, они украли счастье. Ну вот мы и подошли к группе дольменов. Перед нами дольмен мудрости. Он самый большой из тех дольменов, которые я когда-либо видел. Перед ним принято загадывать желание. Справа от него расположен дольмен гармонии. Считается, что дольмен помогает научиться любить, достичь душевного равновесия. А это полуразрушенный дольмен скрытых возможностей. Он расположен слева от дольмена мудрости. Стоит отметить, что возраст дольменов 2000-3000 лет до нашей эры. То есть дольмены практически ровесники египетских пирамид. На канале есть видео о дольменах горы Нексис. Обязательно посмотрите его. Ссылочка под видео или в верхнем правом углу. Ну а мы оставляем дольмены и продолжаем свое движение дальше. Мы оказались на территории курганной группы. Это средневековые погребальные сооружения, панцири которых сложены из земли, речных и других камней. Их здесь около 1000, и они являются объектом культурного наследия. На территории курганной группы находится дольмен, который называется Сила Духа. Считается, что если прислониться к дольмену руками и лбом, закрыть глаза и сосредоточиться. К вам явится ваш ангел-хранитель. Сразу хочу сказать, что я это делать не пробовал. И за результат ничего сказать не могу. Для удобства подъема в гору, очень хорошие люди сделали здесь удобные ступеньки, за что им огромное спасибо. Посмотрите, какие здесь чудесные виды открываются на горы и лес. Многообещающая табличка на 9, но уже нет. Так и есть, мы подошли к водопаду, чаша любви. Давайте спустимся к нему. Как видите, здесь даже купаются. В жар я забыл свои плавки. Идем дальше. Ну вот, мы у ванны Геракла и Афродиты. С левой стороны ванна Геракла, но сейчас в ней явно находится какой-то самозванец. В конце маршрута расположена кафешка, где можно перекусить и выпить безалкогольные напитки за умеренную цену. Хозяйка кафе, когда увидела, что мы снимаем, подошла к нам. И когда узнала, что мы делаем ролик для ютюба, гостила нас с вкусным горным чаем. А мы у ванны Афродиты. Она расположена справа от этого кафе. Это последний объект нашей сегодняшней прогулки. Не знаю, как Наталья, но я почувствовала своеобразную магию этого места. Как будто оказался в другом измерении. Действительно, место очень атмосферное. Но чтобы прочувствовать его, желательно посетить его в нетуристический сезон, чтобы можно было побыть в уединении. И, пожалуй, я с тобой соглашусь. Ребята, если будете в Геленджике, обязательно приезжайте и посмотрите на Дальмены и водопады реки Жанэ. Не пожалеете. И подписаться на наш канал не забудьте. Также будем очень признательны, если вы оцените это видео. До скорых встреч. Пока.